всем привет продолжим создавать моды ну как продолжим времени у меня реально на это все нету потому что здесь нужно немало времени потому что документация не особо то документирована и можно догадываться на какие функции что делают реально более того я столкнулся с тем что пару каких-то функций просто не работали ну был в логах я видел что ошибка и и короче вот такая вот ерунда поэтому поэтому как будет у меня получаться я ничего не обещаю конечно же эта тема интересная но создание вот такого рода да не такого рода а создание модов для различных игр требует времени с развитием канала конечно же возможно это время и появится но нужно чтобы канал развивался если вы будете в этом помогать там репостить лайкать там еще чего-нибудь то конечно же в будущем в перспективе можно было бы посоздавать целый ряд для различных игр вот небольших видео по моддингу ну что я сегодня покажу да сейчас сейчас вы увидите что я покажу не так уж и много но тем не менее это уже что-то которое приближается к действительно модом вот так сначала проверим включен ли мой мод включен и и и давайте продолжить нажмем так продолжить начать игру я включу режим этого призрака или как он называется короче смотрите я сделал по клавиши alt m но меня появляется вот такой окошечко это окошечко проверяет в радиусе 30 ну 30 я так понимаю от этих клеток что ли сколько зомби данном случае зомби 0 то есть конечно же было бы круто сделать такой мод где мы бы открывали карту и рисовалась бы такой такой кружочек как радар да и показывалась бы даже расположение я не знаю насколько это реально такое сделать потому что здесь карта состоит ну я так понял сама карта состоит из очень большого количества файлов и вот когда мы где-то идем-идем бывают незаметны такие под тупы это подгружается новый файл и соответственно как это все получить ну нужно сидеть колупать читать форумы на это надо время короче нажимаем альт-эм альт-эм вот в радиусе 36 зомби давайте одного завалим бэмс бэмс да умри ты а давай вот это убьем альт-эм альт-эм 5 зомби ну работает да то есть где-то еще в радиусе 30 а сколько это я не знаю есть есть скобка но он уже 0 зомби ну потому что скорее всего вот они где-то здесь замыканы в лесу опять зомби да ну это будет работать только когда я нажму это окошечко ну точнее покажу да можно было бы сделать чтобы оно обновлялось но я не хотел загружать процессор или или как это сказать не хотел короче как вы видите не обновляется надо закрыть и нажать еще раз альт-эм и получим два зомби они куда-то идут дэнс так что я еще сделал но я сейчас это покажу вкратце где это все сделал я добавил топор админа чая гляну по какой кнопки этот топор админа вот shift левый shift добавляет топор админа левый shift так shift f и по воду то есть как вы видите немного картиночка изменена то есть я взял эту картиночку из вики зомбоида и просто там в гимпом добавил красных точек и получилось как будто бы вот такой закровавлен вот ну я ему добавил урон большой но фишка в том что рубать он все равно будет другим топором скорее всего это связано я не знаю но скорее всего мне кажется это связано с тем что в скриптах конкретно прописано где-то и их нужно подфиксить или перехватить что рубать надо и темам который называется x а не админ x вот скорее всего короче как я давайте я вкратце просто это все покажу да как я добавил новый новый и там добавляется он ну понятно папочку зомбует моц это вы уже знаете дальше идем медиа и скрипт и вот здесь там мы создаем ну с разными абсолютно названиями можно ну в данном случае у меня випонске txt в этом випон випонске txt я скопировал скопипастил так сказать обычный x со всеми этими характеристиками и немного их подфиксил точно я не помню что я подфиксил но это было точно а минимальный урон максимальный был ну 200 300 поставил урон дверям по моему тоже увеличил 200 а было меньше короче что то еще то есть вот некоторые вот эти вот характеристики можно по находить в вики в зомбует вики короче я попробовал найти только что эту ссылку не нашел но это где то вот здесь было на этой позовики если я не забуду я в описании к ролику кину эту ссылку и по ней можно будет посмотреть блин дену ну краткое описание да что такое max range не по всем есть но тем не менее немало там есть описано да что такое минимальный там дмэйдж что такое там swing time time вроде бы и все такое а если не забуду в описании будет ссылка так вот я скопировал из характеристики топора где они лежат я вам уже показывал более того я еще показывал что у меня есть в репозитории вот оригинал оригинал это вот те как раз скрипты игровых и томов и вот здесь я нашел топор короче и добавим вот дальше дальше что еще надо надо еще указать но это дисплей name блин где то тут а вот картиночка айкон да мега экс я назвал картиночку как я сказал я взял вот отсюда и добавил просто крови ну красных точек они в уменьшенном виде похожи на кровь которая с капой вот взял вот эту картиночку вот так вот взял 32 на 32 сохранил и в этом под фиксел ну в гимпе в гимпе в гимпе так где-то зомбоит и что еще что еще нужно сделать с картиночкой то есть в скриптс лежат ваше там ну оружие может быть новые ваши итемы которые вы создаете то есть вы лучше откройте оригинальные посмотрите характеристики и можете добавлять дальше где лежат картиночки картиночки лежат на уровень выше в директории текстуре то есть текстуры и ну чё ты тупишь так и название вот если у меня просто было мега экс подчеркивание то не было не рисовалось почему-то я посмотрел по другим модам и увидел что в некоторых есть вот такое впереди и айтем с большой буквы айтем подчеркивание а дальше а дальше вот наш мега экс без точки пнг так вот я добавил айтем это ай подчеркивание и и и и все начало рисоваться вот он вот он начал рисоваться есть есть дальше то есть это это с этим я думаю проблемы нету и вы разберетесь это я на всякий случай сделал импорт думал вдруг я это сделаю и можно будет моим топором рубать деревья так что будут щепки лететь да там чтобы за один удар там сносить все деревья но так не получилось так не получилось сейчас я попробую раз два три четыре ух ты можно так рубать можно раз два три четыре ёлки палки да ну-ка а ну-ка а ну-ка давайте увеличим урон дереву поставим урон двести поставим урон двести перезагрузим моды сейчас и и и и продолжим ща посмотрим что будет так так включить надо быстро 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 режим приведения теперь эй эй иди сюда теперь попробуем лупануть по дереву о не подойди ближе бэмс не подожди-ка что-то я не понял давай по дереву ударь бэмс есть нормально только я так понимаю он так рубает что даже не а не остается о можно заделаться классным лесорубом блин ёлки палки точно есть еще тут опция где-то было надо поиграться ну с помощью которой можно указать ну как бы вот это дистанцию зама ну не замаха а саму вот эту дистанцию да то есть сколько он насколько близко надо подойти к примеру к объекту чтобы сделать урон этому объекту да там здесь здесь были эти значения ладно короче блин классно нарубал я хочу не берет все вот что-то все не берет вот это вот вот это да кстати вышло обновление игры и где-то и где-то нужно установить я так понимаю максимальное количество вообще вещей потому что режим призрака я включил но вот бревно я взять не могу а почему не могу потому что типа у меня очень много всяких вещей вот выкинуть и короче надо 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 подфиксить если подфиксу будет хорошо если не подфиксу то имейте ввиду да в моем моде вот сейчас у меня рюкзак в рюкзаке много не по весу даже а много просто этих вещей соответственно я больше ничего не могу взять вот это что касается нового айтема да ну нового топора вот макс хиткаунт по-моему это было написано сколько максимум целей я ну попадут в мой удар если они будут быть если они будут близко давайте вот так вот бэмс 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 блин круто ладно идем дальше по поводу альт м да типа 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 такой радар карта вот количество зомбей в округе ну в радиусе 30 что я ну я переделал немного мэйн как я переделал я сделал типа класса то есть я луа еще так не изучал просто вот ну не знаю короче вот так вот я так понимаю описывается сама сущность типа класс дальше дальше это функции функции этого класса дело в том что чтобы вызвать функцию своего же класса нужно self self это по типу ну то есть как бы тот объект который вызывает у него есть какой то типа указатель адрес ну короче 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 и чтобы обратиться к примеру вот cpp просто мэйн да у меня этот в этом классе есть такие свойства вот они да так вот чтобы функции класса обратиться к своему свойству надо написать self точечка плеер вот плеер как раз вот одно из этих свойств ну и дальше у этого плеера вызвать функции так вот он у меня cpp просто мэйн две точки и описываю функции добавить там админ топора там еще что-нибудь подобавлять кучу всего кстати вот здесь заметил ошибку ошибку вот она там подчеркивание а там нет короче сделал типа класса да дальше ну есть глобальные функции вот потому что просто передавать функцию объекта класса не получилось ну скорее всего скорее всего это наверное может быть ранние связывания объект у нас потом получается а тогда статические какие-то функции короче не вникал нет времени смотрите у меня есть жмейн я создаю новый объект вот есть new это я так понимаю по типу конструктора вот он да вот функция вот наш класс и у него такая функция new есть так вот чтобы создать объект надо сделать вот так вот мы создаем какой-то local что-то там делаем set meta table не знаю что это такое поэтому но оно так работает таким образом мы создаем объект вот этого типа дальше объект мы создали вот он вот он объект мы создали теперь мы можем вызывать функции этого объекта соответственно я вызываю функцию main и функцию inning global функции main я просто пишу в консоль ну в лог файл что мод был загружен как это смотреть блин где смотреть вот эти вот принты так сказать ну информацию служебную или отладочную смотрите в предыдущем видео если вы не смотрели дальше инициализирую глобальные перемены есть статические функции глобальные это в прошлом видео рассматривали get player то есть получить текущего плея я получаю его инициализирую перемену и получаю инвентарь то есть вторая переменная у меня есть инвентарь ну и и устанавливаю максимальный вес какой-то ну вот вы заметили что здесь мне 4000 то есть это я устанавливаю потому что после обновления то есть до обновления когда я включал режим приведения у меня как бы все по нулям было да я мог брать что угодно сколько угодно после обновления фишка в том что только режим невидимости включается и все а вес ну никак не меняется соответственно я здесь добавил просто значение 200 от фонаря да и у меня ну получилось 4000 но это значение 4000 зависит от 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 навыков я их качнул ну так уж получилось извините на максимум соответственно когда они были прокачаны не на максимум у меня здесь было порядка 2000 или или что там или 2200 что-то такое не помню так надо сожрать что-нибудь сейчас я быстренько перекушу вот шоколадкой стоит голодный ну как бы тоже некрасиво я рассказываю а паренек стоит и голодает тем более тем более возле трупов там мухи там инфекция и все такое давайте отойдем вот так вот это я переделал main немного переделал ну и соответственно добавил добавил что этого left shift right shift это мы уже знаем обработку левого альта это я тестовую функцию вызывал она так и есть но вот показывается наша карта ну якобы карта окошечко так вот на что касается да на что касается вот когда игра стартует у меня вызывается функция zombo pc window create что это такое кстати вызывать функции объектов надо вот через две точечки вот такие можно через одну точечку но тогда будут проблемы потому что они вызываются как статически и там короче и короче могут быть проблем так zombo pc window create эта функция создает якобы zombo pc windows ну в будущем перспективе кто-то из вас конечно же допилит и сделает красивый радар зомби у меня есть второй файл то есть эти все файлы мы уже знаем лежат media lua client и вот main и zombo pc lua смотрим require это требует какой-то это ну я так понимаю стандартный набор а точнее такой некая библиотека по работе с окнами то есть есть возможность создавать окошечки в нашей игре вот вот здесь вот по типу такого то есть можно посоздавать вот таких окошечков там всяких вот таких вот иконочек как и где это создавать это надо долго разбираться если честно то есть я по аналогии с каким-то другим модом уже не помню потому что это все добро как бы вроде немного написано но это длилось ну ну не знаю две недели наверное но времени просто нету я вот так вот отвлекся полчаса посидел дальше опять занимаюсь там нужными делами так вот это я подсмотрел где-то здесь по аналогии тоже вот такой вот классик есть дальше насколько это я понимаю я указываю что зомбо pc на самом деле является как бы ну типа наследником либо там правоприемником не знаю вот этого вот класса да чтобы это было окошечко окошечко создается той же функции new в которой я указываю координаты и ширину и высоту окошечка титле тут есть что такое pin не знаю resizable я так понимаю можно его увеличивать уменьшать background color кстати кстати color background так давайте альт 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 типа прозрачность ну вот она прозрачность там где буковки есть я думаю вы видите да он есть а не и там где чувачок тоже есть прозрачность так resizable нельзя двигать ну это вы можете поиграться с этим надо короче разбираться на основе других модов либо курить эти исходные коды потому что можно залезть в саму зомбоя где туда куда она установлена и по находить все луа скрипты и сидеть и колупать это все короче вот таким вот образом создается объект и сразу же там устанавливается настройки для окошечка дальше create children что такое create children ой 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 сколько тут всего так давайте сначала zombo pc window create что я здесь делаю создаю объект типа zombo pc дальше дальше вызываю функцию add to ui manager это функция я так понимаю класса вот вот это вот потому что я ее не писал но так сделано в других модах соответственно я так понимаю это добавляет какой-то менеджер оконный для того чтобы он менеджерил все окошечки вот дальше говорю set visible что тебя сейчас не видно что-то что-то делают true и resizable говорю что тебя менять нельзя есть скорее всего вот эти вот эти вот эти функции это тестовые они здесь не участвуют но пусть будут так смотрим создал объект да create create где она блин где она была вот это скорее всего тоже не ну не тоже она же это используется блин как вы видите я уже сам ничего не помню create children что-то она нигде не используется а где то же а где то же должна была использоваться или возможно блин а тут тоже походу нет да нет нету нету но я подозреваю что если ее удали то то ничего хорошего не будет ну то нашего окошечка не будет скорее всего скорее всего переопределенная функция скорее всего в этом классе есть это create children и я ее переопределяю скорее всего и здесь типа создаются close the button кнопка да закрытие окошечка и rich text панель вот rich text панель на которую корр body вот она cards body да на которую я добавляю текст короче это пусть будет я не знаю может вы сами пока лупаете вот дальше короче смотрите создается у меня объект да вот это я сказал добавляется в юай менеджер устанавливается что его не видно и все такое дальше 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 show map show map у меня вызывается по какой-то кнопочке по кнопочке по кнопочке мы уже говорили left alt зажимаем и нажимаем кнопочку m и и и и и и вот она да то есть я смотрю карта показана или нет это внутренняя переменная если показана я ее прячу а если же не показана я ее показываю вот так вот что я тут делаю да я я я что это за а я проверяю создан ли объект для чего я это делаю не знаю ну короче работает работает а дальше я я создаю временную переменную и в данном случае она строка строкового типа в котором пишу count of zombie то есть это вы уже видели вот давайте давайте сюда alt m alt м что-то два раза надо нажимать вот count of zombie yes вот оно дальше вызываю функцию сейчас мы к ней подойдем и я сканирую количество зомби в радиусе 30 дальше вот эти две точечки ну видимо так оно добавляется ну к строке добавляются новые данные дальше вот это line что такое line это я здесь оставил только для того чтобы вы поняли что это перенос на новую строку вот перенос на новую строку и я просто пишу end как мы видим count of zombies 0 и end на новой строке что это такое что это такое не знаю но вот я показываю нашу карту а хайдом прячу дальше количество зомби количество зомби кстати вот радар тест вот здесь в радар тесте я это тестировал по alt r и здесь было очень много разных принтов на самом деле было это методом тыка ну методом тыка что было к примеру пока я вот до вот этого кода добрался прошло немало времени мне было непонятно как работать с массивами вот к примеру get lua object list возвращает какую-то таблицу как с ней работать как с ней работать я искал следующим образом вот я в документации находил какую-то функцию и и и и и что примеров особо нету что я делал и советую вам да вы в документации нашли какую-то функцию нашли функцию но она не описана она есть вы можете примерно прикидывать что она делает вам нужно идти туда куда установлен ваш зомбует куда вот здесь вот он зомбует я шел сюда нажимал f9 ну в данном случае midnight commander искал файлик ну звездочка точка луа и и и и блин как тут контроль shift вот так и искал содержимое во всех луа файлов вот такого вот такого вот нашел один файлик вот я по нём и ориентировался f3 и смотрел вот кто-то вызывает тоже у ворлда берет цел а я так понимаю мир состоит из множества целов и вот это возвращается тот в котором мы находимся в данный момент то есть это не означает что это один квадратик это может быть там 10 на 10 или 32 на 32 надо смотреть описание мира короче вот здесь я нашел что получается get low object и вот смотрю вот этот цикл который пробегается по всем элементам дальше я пошел в документацию где брать документацию в предыдущем видео я уже показывал так вот смотрите вот есть функции ты типа ну игрок или какой-то мертвый ты не мертвый ну то есть мы я так понимаю мы получаем луа объекты в этой ячейке все луа объекты то есть это можно поиграться я особо не игрался но это скорее всего там могут быть наверное деревья там собаки какие-то зомби еще к чё нибудь короче так вот 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 короче я вот это скопировал да с немногими изменениями ну к примеру square две точки дистанцию до 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 этого объекта что за square запустил вот я скажем так вот так вот скопировал и какие-то ошибки что за ошибки смотрю square что за square у меня здесь нету начал искать в документации уже там индекс есть по функции dist to кому она принадлежит оказывается она принадлежит вот такому объекту iso grid square а эту iso grid square то есть вот здесь я получаю координаты игрока дальше получаю какую-то ячейку дальше я получаю ячейку какой-то таблички то есть в данный момент я указываю где я нахожусь и я получаю ячейку той таблички вот непосредственно там где я стою и как раз у объекта который получается возвращается этой функции есть вот такая функция dist to то есть она считает расстояние от того места где я стою да а я указываю до как некого объекта так вот get cell а чё вот это такое какое-то несоответствие get world get cell надо наверное на get world тоже сюда ну короче так работает пусть работает скорее всего это одно и то же что вот эта функция статичная которая вернет мне что вот эта функция скорее всего одно и то же так вот дальше я получаю как бы эту ячейку и получаю все луа объекты инициализирую переменную зомби каунт равно нулю и дальше пробегаясь по всей этой таблице и ну считаю расстояние да от текущей моей позиции до этого объекта луа объекта так вот если это расстояние меньше радиуса а радиус я указывал 30 то я смотрю ты зомби если ты зомби то я увеличиваю счетчик соответственно соответственно если вы в документации посмотрите что возвращает луа объект лист а он возвращает табличку объектов типа по моему iso зомби или iso iso какой то короче блин что то он там возвращает ай ладно давайте я быстро покажу и уже будем заканчивать потому что тут скорее всего уже уже время так вот так вот я узнал узнал обо всем этом сколько зомби блин где она вот вот здесь я считаю количество этих зомби вот так вот узнавал я это я думаю я вам донес как то есть долго и мучительно к примеру индекс мы берем вот из зомби поищем ай контроль фе из зомби это iso объект вот то есть вот это вот это get lower object лист давайте его найдем где тут индекс ггг get контроль фе контролю во то get lower object лист он возвращает табличку табличку этих iso объект топ да так давайте get world get world или давайте get player сейчас и get player перейдем к тому классу где были индекс get 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 вот а вот глобальный класс объектов да и мы здесь можем получить get cell либо get world вот мы получаем объект типа iso world что это за объект вот у него куча какие-то функции куча каких-то функций что это но в зомби я так понимаю это мы можем узнать есть зомби или нет или фиг его знает короче 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 у world до нашего давайте поищем функцию get cell вот get cell она возвращает фун возвращает объект типа iso cell iso cell есть такая функция get вот lua object lists вот ну короче это такой процесс долгий на самом деле ну как если в этом крутится в этом всем то уже ты быстренько будешь находить а я искал пробовал этими принтами очень ну это долго короче чтобы это было недолго это надо сесть и с утра до вечера посидеть над этим пару деньков а может быть и недельку и тогда будет проще а когда ты сидишь там в день по часу по полчаса бывает над этим то ты пока вспомнишь что ты делал где ты искал это проходит время вот то есть это было методом тыка можно сказать то есть я вызывал какие-то get и брал которые мне казалось get host list получал его делал print ему то есть есть объект или нету если new то значит не то ну если что-то выводилось то значит то потом смотрел смотрел к примеру какие объекты смотрел какие у них их функции есть функции и так далее и тому подобное короче вот на данный момент то есть это в репозитории есть и и и и есть есть возможность добавить админский топор и ну учтите да что сейчас вещей брать не получится потому что ну какое-то после обновления есть ограничение в количестве не весь а в количестве всех этих идемов то есть есть админский топор и есть такая карта да то есть вы можете ее уже развивать потому что там есть всякие видеофункции которые могут нарисовать круг могут еще что-то сделать но в принципе можно уже развиваться можно создавать какую-то картиночку может быть может быть можно создать и там и на ивентах вот у нас же есть ивенты где они вот вот здесь ну к примеру там это это ну были ивенты когда не игрок обновляется каждые там 10 минут или каждую минуту к примеру каждые 10 минут вызывать создать объект и тема ну это как идея да я говорю вам создать какой-то айтем он там будет как-то называться короче и для этого айтема создать классик и в нем функцию сделать и эта функция к примеру будет по определенному ивенту вызываться каждые 10 минут это каждая фунт каждые 10 минут короче будет производиться проверка в радиусе определенном радиусе зомби да и этот и там можно оставить дома так вот когда там в радиусе 50 каждые 10 минут будет появляться зомби ну к примеру там проигрывать какой-то звук или заставлять чтобы плеер у плеера да там есть возможность что-то говорить там к примеру ну ну вы видели когда я там говорил что host mode disabled или enabled так вот плеер где-то шарится каждые 10 минут вызываются функции для того объекта этот объект может у вас на базе соответственно раз в 10 минут если появляются зомби в окрестностях вашей базы игрок говорит я чувствую что зомби приближаются к моей базе ну что-то типа такого вот одна из идей много на самом деле можно создать радио здесь можно создать item радио для этого радио подобавлять звуков а звуков именно знаете вот как в фоллауте радио пустоши очень такое атмосферное радио либо сталкера там либо еще что-нибудь ну короче это как идея как идея ну а на сегодня все всем ну сейчас вот это все в репозиторию у меня есть в репе в репе оно лежит и оно лежит уже там lesson 2 ну как бы это я бы не сказал что прям урок но тем не менее вот вот здесь ну теперь точно все поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока